В общем, сегодня я расскажу про действие группы классов отображений на пространстве Тихмюллера. И там будут какие-то факты про это. Что такое пространство Тихмюллера? У нас давно не было этого напоминания. Во-первых, мы зафиксируем S. Это замкнутая поверхность. Поверхность всегда ориентируемая. Короче, сверху с G ручками. Причем все классно, когда G больше единицы. Мы зафиксируем и тогда есть пространство Тихмюллера. Оно у нас определялось как множество таких параметризаций. ЗСВХ, где это гомеоморфизм, а это римная поверхность. То есть, это может быть комплексная кривая, или можно на нее смотреть как на поверхность с римановой метрикой кривизны минус 1. И такие штуки считаются эквивалентными, если существует изометрия. Такая, что это диаграмма гомотопически-коммутативная. То есть, можно про это думать как про римановые метрики с точностью до изотопии. Потому что гомотопия и изотопия здесь будут одно и то же, потому что рот большой. И еще у нас мы доказали, что это все дело можно отождествить с множеством дискретных точных представлений P1S в группе изометрий гиперболической плоскости. Но не всех изометрий, а которые сохраняют ориентацию. С точностью до действий с сопряжениями этих самых изометрий. Ну, то есть, здесь не очень понятно, как вести топологию. А здесь, в принципе, понятно, как вести топологию. Это дискретные точные представления. Потому что мы, когда отображаем P1 сюда, это получается просто какое-то конечномерное многообразие. и мы факторизуем тоже по действию группы Ли. Вот. И получается какой-то фактор. Но мы доказали, что пространство Тихмюллера гомеоморфно дифклидового пространства была теорема. гомеоморфно-пространства размером Т6G-6. Ну, и здесь существенно, что G больше двойки, потому что если G будет больше равно, если оно будет равно единице, там что-то нарушится. Ну вот. мы очень долго разбирались с отображениями Тихмюллера, и в итоге это нам позволило ввести метрику на пространстве Тихмюллера. Значит, пусть вот у нас есть две точки. Точки – это просто отображение из S в какой-то там X в какой-то там Y. Вот. Тогда есть просто можно рассмотреть такую композицию, и она не будет изометрией. Но можно найти в классе этой композиции отображение Тихмюллера. То есть мы берем, если это φ, а это ψ, то берем отображение Тихмюллера в классе вот этом φ-1 на ψ. Оно существует единственное. Вот, если его взять, то назовем его f, у него будет какой-то коэффициент квадроконформности, как это называется, растяжение. тихо, но тихо. Это не тихо. Ну вот, расстояние Техмюллера между вот этой штукой и этой штукой определяется, ну, не как это растяжение, потому что тогда неразица треугольника будет сложно доказать, оно определяется как алгоритм. Еще здесь пишут множители 1, 2, какой-то символический. Ну, если придется, кстати, я все-таки скажу, зачем он, по-моему, я так и не объяснил, зачем он нужен. Там что-то, чему-то изометрично, ну, в общем, пофиг. Вот. Это значит расстояние Техмюллера. Ну, здесь есть как бы обычное евклидовое расстояние, но мы на него забиваем, потому что оно не отражает геометрической сущности элементов пространства Техмюллера, а здесь вот, пожалуйста, значит, две метрики с точностью до изотопии, ну, они там близки, если между ними существует квазиконформное отображение с маленьким растяжением. А если там с маленькими существует, только с большим, то вот они, значит, далеки. Прекрасно. Мы доказали разные факты. Мы доказали, во-первых, что это метрика. Ну, там, чего? Невырожденность очевидна, потому что если вот это вот растяжение равно единице, то это значит, что отображение, ну, конформно, то есть оно изометрия. И тогда получается, что эта диаграмма как раз гомотопически коммутативна, так, что здесь стоит изометрия. То есть это совпадающие точки Крюллера. Симметричность очевидна, а неравенство треугольника следует из такого неравенства. Если мы берем f1, компонируем с f2, то это будет меньше либо равно, чем у множимых. То есть тут вообще-то вроде бы... А зачем нам вообще теоремы существования единственных техмиллеров нужны были? Нам нужно... А, ну, просто что оно там существует, единственное такое отображение. Классно. Ну, чтобы понять, что эта штука определена. Да, корректно определена. Ну, просто можно же определять их как точную нижнюю грань растяжений, но тогда не очевидно, почему она не может быть ноль. Да, самое главное в том, чтобы она была нолем. Ну, да. Ну, то есть теоремы существования единственных техмиллеров, они говорят, что, грубо говоря, эта штука достигается точной нижней грани растяжений. И она для единственного отображения достигается. Вот. Значит, что эта метрика мы доказали? Мы доказали, что она согласована с топологией. Ну, как сказать, доказали. Ну, мы поняли, что это вроде очевидно. Ну, да, ну, доказали. Ладно. Вот. А еще такой классный факт, что она полная. То есть, ну, это вроде бы какое-то там пространство, какой-то там отрицательной кривизны получается, вот, вся эта штука. И у нее бесконечность, она такая бесконечно далекая. То есть, ну, значит, полная метрика. Короче, ладно. Вот мы доказали эти факты. И теперь фантастика. Давайте поговорим про пространство модулей. Сейчас модули. Ну, сначала, сейчас, группа классов отображений нам нужна. А, нет, сначала нам не нужна группа классов отображений. Вот я еще один факт забыл доказать. Сейчас мы его докажем. Предложение. Значит, через любые две точки пространства Техмиллера проходит единственное геодезическое. Вот. Такое предложение. Ну, это вот примерно означает, что пространство какое-то гиперболическое, да? Вот. Ну, увидеть это можно так. Мы вот, когда доказывали полноту этой метрики, мы уже, на самом деле, рисовали такую картинку. Которое возникало еще в теореме, в доказательстве теоремы существования этих Мюллера. Если мы берем... Давайте пониже возьмем. Пространство гламорфных квадратичных дифференциалов. Ну, допустим, вот у нас... Ну, вот X. Это класс отображений из S в римном поверхности X. Не каллиграфическое. Можно на вот этом X. На этом взять. Пространство гламорфных квадратичных дифференциалов. Вот. Ну, это, короче, какие-то штуки, которые локально выглядят как какая-то функция умножить на такую штуку dz квадрат в локальных координатах. Ну, и у меня есть норма, это просто это Graal. Ну, наверное, нужно взять максимум значений на единичных векторах. Вот, и можно взять здесь единичный шар. Вот, мы строили такое экспоненциальное отображение какое-то из единичного шара в пространстве Хмюллера. Вот, я все время рисую какую-то непонятную картинку, и мы так и не доразобрались до конца, типа, почему там все корректно. Ну, в общем, надо взять вот поверхность Х, взять на ней там эти самые карты, в которых задаются комплексные координаты. Вот мы берем какую-нибудь одну карту, а потом берем ее же, но только вводим на ней комплексные координаты, растянутые. Точнее, мы берем не просто карту, а такую, в которой вот эта квадратичная форма записывается как просто dz квадрат. Называется естественные координаты, то есть мы берем покрытие картами, в которых у Q есть естественные координаты. Ну, и дальше мы берем, значит, и растягиваем комплексную структуру вдоль вещественной оси и сжимаем к мнимой. Вот она так растягивается, и мы дальше из этих карт склеиваем какую-то риманную поверхность. Она там корректно склеивается. Проблема может быть только в особых точках. Ну, вот утверждается, что в особых точках тоже все можно определить, там комплексная структура определяется единственным образом. Вроде это все-таки очевидно, потому что мы можем взять модельную форму для такой точки. Она записывается как z в какой-то степени умножить на dz квадрат. Там будут какие-то особенности. Там можно просто записать, как мы будем это растягивать, чтобы все было согласовано. Но тогда, если тут функции склейки гламорфны, то внизу они тоже будут гламорфны. А вот отображение такое тавтологическое, оно как раз будет с нужным коэффициентом растяжения. Ну, типа нужно растягивать здесь в корень из k раз. И сжимать тоже в корень из k раз. И тогда растяжение как раз будет равно k. Ну, и для квадратичной формы оно должно быть равно 1 плюс норму q делить на 1 минус норму q. Вроде так. Тут вот, может быть, есть какая-то магия чисел, которую я упускаю. Но в целом это просто какая-то функция, которая для нулевой формы дает единицу. То есть, конформное отображение. А дальше, по мере увеличения q, ну, это единичный шар, да. Я тут не написал, что мы берем только те квадратичные формы, у которых норма меньше единицы. Ну, и в итоге мы... Что там происходит? У нас вот S. Вот параметризация x. И мы получили какую-то поверхность x. Ну, штрих, да. Вот это вот точка в пространстве Техмюллера. Ну, не буквально это, но класс эквивалентности такой штуки – это точка. Ну, а дальше мы берем просто и компонируем эти отображения. И мы говорим, что образ квадратичной формы... Это как раз и есть вот то, что у нас получилось. То есть, вот класс вот такой штуки – это отображение называется омега, кажется. Омега от q. Вот, в общем, мы там примерно поняли, как это строится. И вот сейчас я просто расскажу еще раз. А дальше мы доказывали, что это гомеоморфизм. Мы, в принципе, и так знали, что пространство гомеоморфных квадричных дифференциалов в гомеоморфном пространстве Техмюллера, потому что их одинаковая размерность там по вот этой теореме и по формуле Риммана-Рохана. Ну, а в этом как раз вот гомеоморфизм и есть. Повезло. Вот. А нафиг это надо сейчас? Что-то я забыл. А, ну вот. Да, мы хотим геодезическую провести. Чего я, собственно, начал. Ну, сейчас картинка будет. Сейчас построю геодезическую. Вот единичный шар пространства гомеоморфных квадричных дифференциалов. А вот пространство Техмюллера. Значит, вот этот центр, он падает в точку вот эта вот x красивая. И дальше это все как-то так отображается, что мы все замощаем. Вот гомеоморфизм. Ну, и в частности, мы попадаем в точку y в какой-то момент. Ну, давай назовем это какой-то q1. На принципе, нам не важно, что это q1. Ну, короче, там существует единственный q1, который отображается в y. Ну, и чтобы провести геодезическую, нужно просто здесь вот взять луч такой. Вот он. Ну, и здесь он отобразится куда-то в какой-то луч. Ну, и дальше, в принципе, очевидно, что для... Ну, что это, короче, геодезическое. Как мы такой луч назовем на Юрху? Не знаю, а то я назовем его А. Вот. Ну, и тогда омега от А. Это геодезическое. А почему это очевидно? Ну, я не знаю, я долго смотрел на это, мне стало очевидно. Сейчас, если он через центр не проходит, это, наверное, неправда. Конечно, конечно. Обязательно надо, чтобы через центр. Ну, вот. Значит, надо хоть как-то этим воспользоваться. Ну, да. Ну, смотри, что такое геодезическое? Ну, это то, что локально минимизирует расстояние. Ну, короче. Ну, что, достаточно показать, что для всех вот точек на образе этого луча, ну, или там не луч, я почему-то прямую взял. Можно было взять луч, но прямая тоже подойдет. Короче, что для любых трех точек нерависть от треугольника вырождается. Я просто, ну, это вот можно показать. И тогда мы поймем, что это геодезическое. Вот это проверить несложно. Типа там поинт такой. Сейчас, ну, а нахрен с ним с y. Давай просто возьмем действительно здесь какую-то форму q. А здесь форма там q умножить на еще какую-то константу. Это вот омега от q. А это омега от q. И чего? Вот, но вроде такой аргумент работает. Что мы, когда вот это, значит, строим штуку всю, ну, мы взяли здесь вот q, взяли для нее естественные координаты и начали их растягивать. И мы получаем другую римную поверхность x штык. Но когда мы берем q умножить на c, где c – это просто вещественное число, давай оно будет больше нуля. То тогда мы, как бы, естественные координаты будут такие же у этой формы. И мы будем растягивать в тех же направлениях. Вот. И из этого, короче, следует, что… Как же это объяснить-то? Вот мы там по q построили какой-то x штрих и построили отображение этих Мюллеров. Вот такое. по q умножить на c мы построили какой-то x2 штриха. и здесь, ну, короче, это будет f1, это f2. Ну, типа понятно, что если взять… у нас на x и на x штрих есть пара слоений. И вот мы растягиваем вдоль одного, сжимаем вдоль другого на x, и получается как раз x штрих. Но если на x штрих продолжить растягивать, значит, сжимать по тем же слоениям, то получается как раз x2 штриха. И поэтому вот здесь вот есть тоже отображение этих Мюллера. И вот эта, значит, диаграмма, она коммутативна. Ну да, вроде понятно. Вот, и поэтому мы… Ну, тут вот есть какое-то растяжение k. Тут есть растяжение k умножить на… А на что, кстати? На корень из c или на c? Ну, короче, на какую-то дичь, на какой-то с штрих, не знаю на что. А здесь… То есть, вообще-то надо убедиться, по идее, что это… Ну нет, если это коммутативная диаграмма буквально… И… И это отображение этих Мюллера, то, наверное, тут будет стоять просто вот эта вот какая-то непонятная штука. Что-то какое-то замятое доказательство. Ну, примерно понятно. Вроде понятно. Не, ну ладно, отстой. Ну… Ну, в общем, я… Да, тезис в том, что это очевидно, а как это вот прямо доказать? Что-то… Какая-то тупкая. Ну вот. Ну, так или иначе… В общем, есть такой факт. Пространство Техмюлера, оно… Оно у нас теперь метрическое пространство, правильно? Да, оно метрическое пространство. Но оно при этом не гладкое многообразие. Ну, да, да. Окей, окей. Ну, то есть… Ну, типа там геодезические, это просто такие спрямляемые кривые, у которых длина просто равна расстоянию между точками. Как там… Ну, там есть метрическое пространство, можно построить метрику по нему, когда ты берешь просто все кривые и пытаешься там, нарубая их на части, мерить их длины. И там вот иногда тебя везет, и у тебя кривые спрямляемые, у них длина конечная, и ты берешь точную нижнюю грань. Вот. А здесь это, значит, совпадает с обычным расстоянием, ну и поэтому там, значит, определены геодезические… Ну, там важно, что это точная нижняя грань достигается, вот она достигается там для таких кривых. Они довольно понятно устроены. Вот. Все очевидно. Ну вот. А теперь можно уже рассмотреть действия группы классов отображений. Кстати, вот я что-то читал какой-то доклад, я понял, что классно писать заголовки другим цветом. Я не смогу сейчас писать другим цветом заголовки, потому что я все пишу каким попало цветом. Может, когда-нибудь это изменится. Ну ладно. Ну, она обозначается так. Мод S. И это просто мы должны взять, например, все дефиоморфизмы S, которые сохраняют ориентацию. Это факторизовать по дефиоморфизмам, которые гомотоп на таж детственного. Ну или там то же самое, что взять просто множество всех дефиоморфизмов с точностью до гомотопии. Значит, группа классов отображений действует в пространстве этих миллионов. Причем это действие изометриями. Почему это очевидно? И как вообще, как она действует? Ничего не понятно. Сейчас. У нас есть точка. Ну, это, значит, класс таких стрелок. И что мы можем сделать? Мы можем... Ой, а в какую сторону она будет действовать? Взять композицию. Ну, да. Типа... Мы хотим, чтобы действовало с такой стороны. Здесь вот есть какой-то элемент F. Сейчас, если я так вот возьму такое действие X. И вот получается такая стрелочка. То есть это какая-то одна и та же параметризация. Вот, и я говорю, что... Вроде работает, да. Левое действие. Если я скажу, что вот это... Это F от... Ну, вот этой фи. То что будет хорошо? Если мы применим к этому G. То сначала F, потом G. Что? Ой, беда. Все правильно, да. Что правильно-то? Ну, это левое действие. Нет. Сейчас, если я сначала делаю F, а потом делаю G. А, то мне нужно как бы писать G от F. Ну, просто я как бы, когда я думаю про действие группы на каком-то множестве, то для меня это такое, что просто она берет элемент и кладет куда-то. Там другой... Ну, другой элемент группы берет это и кладет куда-то еще. И они должны, если это там точка A, это должно быть F, потом G. Это должно быть равно G умножить на F от A. Левое действие. Вот, а здесь все-таки получается, что она правая. Или нет? Или я тупой просто? Если мы потом применяем G, то это получается, что мы G на F. Да не, ну да. В смысле, да, да, да. Квинь? Вроде правильное действие. Да, все-все-все, извини. Это, значит, был момент тупки. Все хорошо. Ну вот, значит, оно определено. Почему это действие изометриями? Ну, наверное, потому что, если мы... У нас была такая диаграмма, x, значит, y, мы смотрели на расстояние, это мы здесь искали отображение Тихмюллера, смотрели на его, ну, там, логарифм от его этой самой KF. Ну, потом, когда мы к всему этому применим какой-то там F, то тогда, ну, короче, вот образ одного, вот образ второго. Ну, если мы здесь возьмем такое же отображение Тихмюллера, то диаграмма же замкнется, правильно? Вот. Поэтому все работает. И тут, то есть вот между вот этими двумя точками расстояние такое же, как между вот этими двумя точками. Вот, все получилось. Ну, мы показали, что это действие изометрия. Вот. И все. И тут уже, короче, что-то классное, потому что, наконец-то, мы дошли до пространства модулей. Если мы возьмем фактор, то вот эта штука называется пространство модулей. Вот. И, возможно, нужен комментарий, почему люди любят пространство модулей. Я не знаю. Почему-то все им занимаются, все это ценят. Ну, там и физики всякой же. Да, реально. Там гипотеза вид-то на все дела. Что такое гипотеза вид-то на? Ну, это то, что Концевич доказал. Про то, как там какие-то кагомологии устроены. Ну, некоторые коэффициенты в кагомологиях подчиняются крутой акдефизу вроде как. То, что там связано с эквивалентностями модели квантовой гравитации. Модели квантовой гравитации. Там есть. Формулируется на языке о том, что мы возьмем некоторые классы. Ну, на самом деле, просто классы дженера слоений, которые в каждой точке пространства модулей вешают касательную плоскость к выколотой точке. Ну, у нас проколотые. Вот. Типа там эти классы дженера. Они как-то хорошо перемножаются какими-то константами, которые подчиняются КДВ. Ну, фактически, да. У нас все без отмеченных точек, но можно все то же самое говорить, если у нас S еще имеет какие-то отмеченные точки. И там какие-то соотношения на какие-то хард-классы каких-то линейных расслоений, которые как-то связаны с этими точками. Вот. Причем здесь физика? Ну, я не знаю. Это как-то связано с топологической, там, какой-нибудь квантовой теорией поля? или с чем? Да, да, да. Вроде это... Ну, прям... Я не знаю. Надо быть большим, очень умным, наверное, и как-то... Сейчас, секунду. Так. Ну, вот. Короче, понятия не стало. В конце я что-то там доказал. Пространство модулей. Ну, не знаю. У меня, короче, был какой-то комментарий еще к этому. Я забыл. А! Просто ты сказал классы Дженни, и я хотел рассказать анекдот про то, что вроде бы пинской всех учат, что нужно говорить не черно, а Дженни. Да, да, да. А Миша Трошкин, мне однажды рассказывал историю, что ему снился сон, и ему снилось, что он тоже пинской, и вот, и дальше он тоже кого-то как-то исправлял. Вот. А мне просто понравилось выражение тоже пинской. Как будто там, ну, многие пинские, вот, а он теперь тоже. Ну, все. Наконец анекдота. Значит. Ну, еще можно про пространство модулей думать как про множество гиперболических метрик на s. фактор по, ну, собственно, дефиоморфизмам. Вроде так. Ну, да. Значит, дальше у меня написано, например, Тор. Я не знаю, короче. Ну, давай посмотрим на Тор. Или не будем смотреть на Тор? Уже как-то дофига времени. Давай не будем смотреть на Тор. Это интересно, мне кажется. Все, короче, люди, которые хотят... там просто ламповые такие картины. Может, посмотрим на Тор? Ты хочешь это вот нарисовать как... Все, давай в следующий раз, может, если будет время, тогда сейчас мы просто, я лучше докажу, есть какие-то утверждения классные. Давай. То, что у нас сегодня. можно посчитать стабильные экогмологии. Что? Лучше не считать. Ты умеешь считать стабильные экогмологии? Нет, нет. 15 лет назад только научились считать. Не-не-не. Ну, я, может быть... Давай тогда в следующий раз я чуть подробнее скажу. Давай я себя тут помечу. Фиолетовым цветом. Фиолетовый? Нет, это лиловый. Кто фиолетовый? Сизый, блин. А кто из них фиолетовый? Короче, рассказать про... Потому что там прикольно вообще. Ну, потому что это арбифолд. Я чуть-чуть знаю про это, и там очень смешно. У этих арбифолдов все. Но мы как раз сегодня, может быть, докажем, что это арбифолд или... на следующий раз останется... Вот. Арбифолд. Ладно. Вот. Ищут утверждения. Стабилизатор точки. Ну, конечен. Ну, имеется в виду, что если мы возьмем любую точку, то у нее при этом действии будет конечный стабилизатор. Вот. Как это доказывать? Ты, наверное, знаешь, как доказывать. Ну, я знаю с точки зрения комплексной геометрии, про автоморфизм и кривой. Но это, в общем, наверное, не то, что сейчас хочется. Ну, да. Там есть какое-то простое соображение. Я попробую воспроизвести. Какое? Ну, то есть, как можно это переформулировать? Что для любой ременной поверхности Х пространство автоморфизмов или, как это сказать, изометрий? Изометрий, да. Из х, конечно. Ну, потому что мы, когда мы… Ой, что? Ну, типа мы компонируем, значит, с F, получаем то же самое. Если это та же самая точка, то чего? Нет, там было прям не совсем очевидное соображение. Нет, нет, сейчас, сейчас. Это не очевидно. Я просто хочу это переформулировать четко. Я что-то затупил. Если это та же самая точка, то значит… А, ну да, 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 правильно. Значит, тут есть изометрия, которая делает этот квадрат коммутативным. Вот. Эта изометрия, она как бы не гомотопна тождественному, если F не гомотопна. Ну, там, во-первых, есть такой простой факт. Это как бы первый шаг в доказательстве, что если мы берем изометрия Х и берем… Ну, короче, все дефиоморфизмы, которые гомотопны тождественному, то получается только тождественное отображение. А почему? Ну, потому что, смотри, если мы берем Х и берем универсальное накрытие, то изометрия, она же продолжается до автоморфизма универсального накрытия, да? Угу. Вот. А если она гомотопна тождественному, то дальше мы там должны врубить теорему про классификацию движений H2. Что, типа, у него есть неподвижная точка. Что-то такое там было. Отстой. Мы хотим поднять ее наверх, да? Ну, да. Она гомотопна тождественному… Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. А если 5, вау, не идеи. Угу. Просмотрим банк термин. И мы просто пойдем и обжить на руку по Я просто перебinde лагеря. Ладно, мне кажется, это можно по-другому доказать, проще не поднимать. Я просто вспомнил, что Фарб и Маргарит писали, но я до этого места вспомнил, я еще не могу. Можно по-другому сделать. Можно взять в X просто все возможные простые замкнутые геодезические. Например, простые замкнутые геодезические. И она при этом отображении переходит куда-то. Но поскольку в классе простых замкнутых кривых в одном классе есть единственная геодезическая, значит она просто пришла в себя. Правда? Ну и мы просто знаем, что все геодезические перешли в себя. Причем с сохранением ориентации. И из этого, видимо, просто можно вывести, что она... Ну типа понятно, что если она сохраняет все геодезические еще с ориентацией, то это будет просто тождественное отображение. Потому что там, наверное, можно выбрать какой-нибудь такой набор геодезических, который все... Ну набор простых замкнутых кривых, который все разрезает как-нибудь так на диске. Когда мы... Они в минимальном положении... Ну просто кривые в минимальном положении. Мы их гомотопируем геодезические, они остаются в минимальном положении. Значит они по-прежнему будут разрезать все на... Ну здесь вот просто один диск получится, вроде бы, да? Или два. Наверное, один. Да. Что-то я сегодня тупое. Это один диск или два? Сложный вопрос. Один, наверное. Один, наверное. Мне кажется, два. А, нет, ну вот то, что внизу, это тоже диск, да. Почему так? Ну, да. Интересно. Хорошее место, чтобы остановиться, отдохнуть. Да какая разница. Ну да, вроде это букет пяти окружностей. Сейчас пяти, да. Значит, у него LRO характеристика минус четыре. И должно быть два диска, чтобы получилось минус два. Ну, в общем, это можно сделать для любой штуки. И вот это буквально доказательство того, что здесь не нужно покрытие. Вот это вот факта один. Вот. Сейчас, я просто тебя перебил, а ты хотел какой-то комплексный какой-то аргумент, почему вот это вот верно. Ну, не очевидно. Ну, хорошо, ты можешь его сформулировать? Или это долго? Долго. Там нужно что-то про отображение периодов, вроде как. Офигеть. Не-не-не. Тут не будет никого отображения периодов. Тут будет аргумент, который я забыл. Может, это вообще не нужно. В книжке написано то, что я что-то не очень понимаю. Они пишут, что вообще все очевидно. Да, смотри, они пишут такое, что рассмотрим пространство изометрии из х в х. Нет, там все понятно до последнего предложения самого. То, что поднятие отделено, ну, как бы, что поднятие, короче, оно вот этого изометрии на h2, оно типа отделено от нуля. Я не знаю, что ты там читаешь. Значит, как можно строить изометрию? Вот в х можно взять отмеченную точку. И дальше мы говорим, куда она переходит и как повернуто ее касательное пространство. И дальше у нас автоматически задается изометрия вся. То есть, это получается, что, типа, ну, можно так формально сказать, что для отмеченной точки это трехмерное многообразие просто будет. Это будет просто, ну, как касательно, буквально сферизация касательного расслоения. Вот. Ну, а дальше там продолжается это дозиметрия или нет? Это уже сложный вопрос. Вот, но все это будет под множеством вот этого сферизация касательного расслоения кэс. Ну, вот как сладко. Вот. Это, типа, многообразие. А дальше... Сейчас. Они говорят, что... Про неподвижную точку я не понял. Чего? При чем здесь? Я не про неподвижную точку говорю. Я говорю, я выбрал отмеченную точку. И дальше я выбираю ее образ. А, окей. Хорошо. И образ касательного пространства. Да. Вот. Это в точности элементы вот этого чувака. И дальше, возможно, это продолжится до изометрии. Но, скорее всего, нет. Вот. Ну, а дальше понятно, что здесь вот есть изометрия, которая гомотопно-тождественному. Вот. И это открыто замкнутое подмножество. Ну, да. Это... Почему оно... Открыто замкнутое. Нет. Они вроде пишут, что... Ну, это штука компактная, поэтому достаточно показать, чтобы дискретно. Ну, да. Чтобы, конечно, дискретно, достаточно показать, что пересечение с вот как раз дифной триллианина. Да? Потому что... Ну, понятно. Ага. Вот. А это они доказывают не так, как ты через геодезическую... Ну, в общем, они говорят, что... Рассмотрим поднятие на плоскость Слобачевского. И там... Нет. Они пишут ровно одно предложение. Что-то поднятие отделено от тождественного отображения. Чем-то. Ну, просто по расстоянию отделено. Ну, и поэтому, типа, оно... Типа, тождественное. Вообще, я не очень... Может, просто предложение не понимаю. Вот ты открыл? Вот сейчас. Это вот 204-я страница. Правильно? Ой, ну ладно. Давай, да. 204-я. Там что-то одно предложение написано, я его не понимаю. Нет. Имеется в виду, что мы смотрим у поднятия расстояние между точкой и ее образом. И это расстояние ограничено. Вот. А так не бывает. Сейчас, но почему оно ограничено? А, ну да, я понял. Потому что, видимо, есть изотопия. Да, буквально поэтому. Потому что вот изотопия, она уже перестает быть изометрией, но каждая точка проходит какую-то кривую, и точки лежат в компакте. Нет, только в компакте внизу, а наверху не лежат. Нет, ну там понятно. Просто это задает функцию на х. Для каждой точки мы просто смотрим, какой путь она прошла. И все. Эта функция, она непрерывная, и у нее есть максимум, значит. Поэтому каждая точка проходит не больше, чем какая-то константа по длине. Сейчас, но вообще у любого отображения можно найти такую функцию. Расстояние до образа. Не взятного гомотопного тождественного, она тоже будет ограничена? Нет. Почему? Ну, потому что... Потому что там разные... Если отображение не гомотопно-тождественному, то разные точки из одного прообраза у них расстояние будет различаться. Вот почему. Ну, окей. А почему если... Ну, типа, вот смотри. Возьмем тор, который склеен из квадратика, из ровного, из квилидового, и повернем его на 90 градусов. Тогда вот здесь вот есть точка, у которой расстояние до образа ноль, а у точки из ее же орбиты, но расстояние какое-то большое уже, да? Вот. Ну и там будет так же, просто там не такая красивая картинка. Сейчас, вот еще раз, какой у нас аргумент? Мы рассмотрим поднятие этого изображения. Давай я просто скажу, значит... Ну, просто люди какие-то смотрят кино, и, может быть, надо объяснить им, что происходит. Сейчас, во-первых, мы... Сейчас я просто хочу вернуться к этому самому. Мы хотим... Эта штука, она компактна. То есть не важно, что она конечномерна, важно, что она компактна. Вот. И это множество изометрий, оно конечное, если только если оно там дискретно. Вот. Ну и... И чего? Ну да, если мы покажем, что вот в таком подмножестве не содержится... Ну, мы уже показали, что в таком множестве не содержится других... Чего? Он состоит из одной точки. Да? Но если оно открытое и замкнутое, то это и означает, что это дискретная подгруппа. Вот. Ну, там в Фарбе и Маргалите написано альтернативное доказательство, почему... Почему... Ну, вот этого первого факта. То есть здесь мы уже доказываем дальнейший факт, что... Доказали, что если оно конечное... Сейчас. Если оно дискретно... Если оно дискретно, то оно конечное. А дальше мы точки типа выбрали... Окрестность. Почему... Сейчас. Почему, если мы покажем, что у ИКСА нету других физометрий гомотопных тождественного, то мы победим. Что-то я не могу это проговорить. Сейчас. Ну, мы же вот этот первый факт доказали. Ну, да, доказали. Ну, значит, мы поняли... А что дальше? Как это связать? У нас есть дискретная группа, да? Ну, мы помним, что группа дискретная просто. У меня есть опологическая группа. То есть неоперещение связанной компонентой единицы тривиально. Через фактор групп пропускаем. Но раз она дискретная и компактная, то она конечная. А при чем здесь гомотопность тождественному? И почему гомотопность тождественному что-то говорит нам про окрестность единицы этой группы? Гомотопность тождественного – это ДИФ 0. А, то есть вообще-то правильно... Ну, вот мы доказали ровное утверждение 1. Из него все следует. Из утверждения 1 следует, что изометрия – конечная группа. А, ну, то есть сейчас, я понял. Типа мы говорим, что вот это вот вложение – это непрерывное вложение. И сейчас. Из этого вложения нам нужна только компактность. А чего, вот про образ, оно же необязательно собственное. Вдруг оно и не собственное. Сейчас, в смысле? Так оно замкнуто-то. Оно замкнуто в компакте. Ну, блин. Я... А, оно замкнуто? А почему оно замкнуто? Почему образ замкнут? Ну, как? У нас это... Мне кажется, я просто зря вот эту картинку нарисовал. С вот этим вот стерезованным касательным расслоением. Ну, вообще-то нет, по идее, нет. Вроде фарб-маргрейт именно это имеет в виду. Мы же спокойно можем взять какое-нибудь там бесконечное дискретное множество и вложить в компакт. Ну, просто образ не будет замкнут, и все. Да, но здесь, видимо, утверждает, что он замкнут, потому что... И вот это как-то должно быть связано с... как раз с дискретностью группа. То есть вот это вложение, оно что-то как будто знает про групповую структуру. Нет, не вообще пишут, а то, что изометрии. Это компактная группа следует из теоремы Арселла Асколи. Ой, ну вот, начинается. Ну, я не понимаю, если честно, почему это в теореме Арселла Асколи? Что такое теорем Арселла Асколи? Я что-то забыл. Критерий предкомпактности в непрерывных функциях. Ну, то, что множество предкомпактности, это когда равномерно ограничено, равностепенно непрерывно. Или наоборот. Ну, понятно, что имеется в виду. Оно, в общем, не слишком быстро растет. Жалко, что эта сферизация, она не группа ЛИ, потому что это вложение, оно явно как-то классно согласовано с групповой структурой. Там вот что-то должно быть непрерывно, мне кажется. Продолжение следует... Не очевидно все-таки, что она замокнута? Нет, разве? Если она штора, склеивается в изометрии, по пределу, тоже склеивается в изометрию. Типа это не очевидно? Ну, дальше мы все равно сольемся, потому что вот у нас есть единица, но вдруг в ее окрестности, куда она вложена, значит, еще упали какие-то другие изометрии, которые не та же детственная. Мы чуть-чуть повернули, ну и дальше это чудом склеилось в изометрии. Только что-то... Не понял. Сейчас еще раз. Сольемся в какой момент? Нет, если мы поняли, что она замкнута, то уже все очевидно. Нет. Ну, еще раз. Если она замкнута, то она компактна, правильно? Ну, да. Подожди, почему? Замкнута, потому что компактна, компактна. Ну, да. Вот. И с первого факта, следующее, дискретно. Подожди. Я тебе могу целые числа вложить в отрезок. Ну, просто вот возьму и вложу. И из того, что они наверху дискретные, не следует... А внизу они компактные. Но как-то это одно с другим. Ну, окей. Хорошо. Ну, конечно, нам просто штука компактна. Шизометрия компактна у любого компактного метрического пространства. Да. Вот это на самом деле бесполезно, если мы хотим идти как в Фарбе Маргалите. То есть это не та компактность. Нам нужна компактность группы самой по себе. Видимо, нужна какая-то теория Марцелла Осколина, ну фиг с ней. Но мне кажется, можно все-таки понять, что если мы... Типа вот точка у нас была на иксе, отмеченная, у нее касательное пространство. И вот мы ее немножко подвинули, немножко повернули касательное пространство. Ну, тогда, наверное, если у нас отсюда выходила какая-то геодезическая, то здесь у нас не получится, что будет геодезической той же длины. Правда? Если мы с таким же вектором выпустим геодезическую... Да, ну не будет. Но она будет сколько угодно близка. То, да, вот. Из каких-то общих соображений, правильно. Эти геодезические, они лежат в одном геодезическом классе, а этого не бывает. Потому что они, значит, тогда совпадают просто. Вот. Ну, то есть, если мы так чуть-чуть подведем точку, чтобы эти две геодезические были достаточно близки, то они как бы будут гомотопны. А из этого следует, что они равны просто сразу. Нет, нет, я не очень понимаю. Мы можем просто не получить геодезическую. Нет, мы знаем, что... Ну, хорошо, еще раз. Я предполагаю, что рядом... А, если это изометрия, да. С одной изометрией, вот в топологии, которая задается вот этим чуваком, есть еще какая-то изометрия. И вот я смотрю на разницу между ними. То есть, насколько близко должна быть вторая изометрия. Ну, вот если она... Нет, ну, сейчас. Из этого следует, что оно дискретно. Не очень понятно, почему мы найдем так близко, что геодезические будут в данном геодезическом классе. Ой, да понятно же. Нет, наоборот. Смотри, у геодезической есть такой воротник, да. Что если мы возьмем... Ну, трубчатую окрестность просто возьмем. А, ну да. И посмотрим на ее длину. Ну, и тогда мы точечку, из которой она выходит, вектор, мы имеем право сдвинуть и повернуть. Так что за один оборот, мы, когда будем идти по геодезической, мы не успеем выйти из этого воротника. Ну да. Вот, и тогда она либо не склеится, что будет противоречием тому, что мы построили изометрию, либо она склеится, но она обязана совпасть. Вот. Я не понимаю сейчас. Откуда мы знаем, что она скоро склеится? Может, она не скоро склеится? Она имеет такую же длину. Это же изометрия. Ну да-да. Вот. Что-то мы на коленке, значит, вроде доказали. Типа, из этого следует, что это вот ISO плюс как подмножество сферизации касательного расслояния, она дискретна. Ну вот, а это компакт. Ну вот, и мы победили. Почему оно открыто? Ну нет, мы сразу показали, что оно дискретно. Мы поняли, что оно... Только что мы поняли, что? Что оно замкнуто, да? Нет. Я просто показал, что в окрестности любой изометрии, все изометрии, которые есть, это просто она сама, больше других не бывает. То есть, типа, предложение доказано. Этим фактом... Еще раз, еще раз, еще раз. Мы поняли, что оно дискретно, правильно? Да. Хорошо. А потом мы что говорим? А, ты прав. Надо, что оно замкнуто. Да, да, да. Нужно дискретно, еще что оно замкнуто. То есть, нужно, что все-таки предел изометрии будет изометрией. Ну, вроде понятно, что, поскольку S компактно, то там вот в какой-нибудь там этой самой субнорме, ну, что там это просто не субнорме, и поэтому там будет... Ну, и расстояние тоже сохранится. Вроде да, понятно. То есть, оно дискретно и замкнуто. Это важно. Вот, этим мы не пользуемся. Потому что это другой план, который там терема отцела осколек и тумные слова говорить. Классно. Мы доказали сейчас бесполезный факт, что стабилизатор конечен, потому что мы довольно скоро докажем, что, ну, видимо, скоро, это через неделю, что это действие вполне разрывно. Короче, давай я сформулирую, что это значит, и мы просто закончим, потому что я чуть-чуть уже устал. Окей. Ну, как-то уже... Ну, типа, потому что мы не успеем доказать это. Значит, вот пусть у нас есть топологическое пространство, но буква X у нас занята. Какую букву мы будем использовать? Ну, M давай. В общем, действие группы называется вполне разрывным. Если для любого компакта значит, множество таких элементов, что значит, эта фигня пересекается с исходной, конечная. вот. Ну и все. И дальше там теорема, что это действие вполне разрывно. в общем, так вот. вообще идеологически доказательства немножко похожи на рассуждение, которое здесь у нас было там что-то кривые какие-то куда-то переходят геодезические, длины геодезических но это какая-то техническая работа и это нужно короче мы уже прям приближаемся к доказательству желанного, который никому не нужен значит, как это называется теорема, о боже мой классификация Нильсона-Терстена вот, пипец я думал, что мы уже в следующий раз ей займемся но, мне кажется сегодня что-то тупко вышло какая-то с вот этими с этим не, ну вообще довольно бодро вроде, странно тут потупили, там потупили но это получается ну, в общем наверное, в следующий раз мы докажем это и что еще там есть какая-то был какой-то факт я забыл его ну, короче, да ну, я не знаю, давай я просто напишу первый шаг доказательства чтобы как-то так, значит, создать какую-то интригу потому что я про классификацию Нильсона-Терстена говорить не хочу что еще делать, я не знаю в общем, шаг один такая лемма вот есть S и там есть разные классы простых замкнутых кривых ну, простых замкнутых кривые это просто одномерное подмногобрать и вот ну, и у них есть классы гомотопия то же самое, что классы изотопия и у них есть длина давай это будет тогда не S а это будет X уже то есть с риммановой метрикой это как-то обозначается, по-моему сейчас это называется спектр длин ну, не знаю прикольно это обозначать просто там L как там короче, это множество длин кривых и вот оказывается, что это дискретное множество то есть это типа один факт ну, сейчас это факт, который понадобится для доказательства теоремы а еще есть такой случайный факт который понадобится нам чуть попозже что существует вот для любого значит, X ой, стоп может быть не для любого X вообще да, просто существует Epsilon такое, что для любого X риммановой поверхности и для любых геодезических альфа-бета если длины альфа-бета-меньше Epsilon то они не пересекаются ну, если только они не совпадают вот вот такая работа нас ожидает и может, ее не так мало, кстати, даже как кажется просто там уже конец близок ну, не знаю ну, в общем, вот с этого мы и начнем в следующий раз окей? есть какие-то вопросы или комментарии? или я останавливаю запись? вроде все понятно или ты, видимо, в этой книжке хорошо ориентируешься и когда я там что-то говорю ты говоришь да, очевидно, очевидно а тут что-то ну, видимо, я просто либо я путанно объясняю когда я придумываю что-то на ходу ну, в общем как-то ну, то есть там в книжке написаны какие-то вещи а мне кажется, что многие вещи можно проще доказать ну да, наверняка но иногда это заблуждение то есть вот кажется, что легко но там есть какие-то нюансы которые я не учитываю слова я не учитываю я не учитываю но я не учитываю я не учитываю